Мы либо вкусное делаем здоровым, либо здоровое делаем вкусным. Ты вообще делал когда-нибудь такие вкусные буреры? Дальше мы пошли в историю продуктов без всякой дряни в составе. Классная возможность. Я не знаю, кто так делал до этого? Давай так. Вырастить куриное мясо без антибиотиков сложнее. Это сейчас все на разных производствах. Доле полки у Эпикура 20-35%. Им самим сетям нужен второй бренд. Андрей сделал такую инъекцию решительности. Андрей много вложил в продвижение. Людям нужно понимать, куда бить, если что-то не так. И мама после этого полумарафона влюбляния говорит, а я бы пробежала марафон. Франш ТВ на связи. Со мной сегодня в студии Алекс Коваленко. Человек, который... У многих он ассоциируется с жестом. Вот с таким. У многих он ассоциируется с курицей. У кого-то он ассоциируется с... С куром. С куром, да. Кур, кур. Извини, с куром. Это разница. Это мужской курицей, да? Курицей. У кого-то он ассоциируется со спортом, с бегом, с марафоном. С преодолением, вот с такими вещами. А кто он на самом деле, сегодня будем выяснять. Привет. Привет. Как твои дела? Как добирался сюда? На чем? На электричке. На курицах? На электричке. Да, я забыл предупредить, у меня очень плохое чувство юмора. Просто ужасно. Зачем тебе iPad такой большой? Скажи мне. Ты, кстати, полностью перешел на вот такие, да? Типа гаджеты. Или ты компьютер тоже юзаешь? Знаешь, мне спрашивают, ты используешь там для планирования компьютер? Я такой, да, конечно, достаю кучу бумажечек из кармана. Я говорю, смотрите, вот их удобно носить так, потому что из кармана они вываливаются. Лайфхаки по планированию, стикеры. Все, все, все. Вот стикеры расклеили. Что ты там пишешь? На iPad наклеили. Свои важные какие-то, да? Партнеры, компетенции. Басцетные знаки. За 22-23 что-то нужно сделать. Не помню что. Уже не важно. Сложно сюда голосовое сообщение предложить. Это в команду. Это уходит в команду. Задача уходит в команду. Забирайте себе стикеры. Кстати, впервые у нас поддержка в фирменной униформе. Покажите, пожалуйста. Это твоя команда, да? Ну, ее маленькая часть. Маленькая часть. Ну, от которой не успел, не смог отбиться. Потому что хотели все, но... Хорошо, слушайте, еще раз представим. Да, то есть, Алекс, он создатель бренда, идеолог, или как правильно сказать, Эпикур. Вообще, Эпикур, он про удовольствие от жизни. Зачем мы живем? Чтобы получать удовольствие. Вот и все. Как бы это с этой темой я постоянно его цитировал. Это вот такой самый цитированный чувак был. И потом, когда мы курицей начали заниматься, то вот эта тема, там, Эпикур, мы так шутили все время. О, кур, Эпикур. В агентство мы пошли к Федореву. Мы пошли... Ты обратно скажу, ну, не показывай, там, телефон его. Да. Он не возьмет, все нормально. 100%. Мы пошли в агентство с четкой задачей. Это уже такой прицельный выстрел был. Мы... Ребята сказали, там, валик понюта, что, смотрите, у нас такой план есть, чтобы выйти там на подготовку, там, стратегии, брендинга и так дальше. Мы говорим... Вот он. Все, все готово, все уже придумано. Уже стратегия... Кусовая по Эпику. Для кого делаемся? Вот Эпикур, пожалуйста, вот, нате вам голову Эпикура, вот у тебя она открыта на компьютере. Все у нас есть. Давайте двигаться дальше уже к какому-то креативу, к продвижению. Но, если честным быть, то именно инъекцию... Мы так шутили по поводу Эпикур, Эпикур, как бы, но не воспринимали всерьез. Что так на самом деле можно, да? Да. Нужно сказать, что, как бы, да, важно, что такую... Андрей сделал такую инъекцию решительности. Тут же Андрей говорил, основа там продвижения будет в том числе твой личный бренд. Давай занимайся личным брендом. Тебе, кстати, как это было? Ты же занимался им до этого? Нет, я не занимался им, в принципе, никогда. И сейчас не занимаюсь как таковое, потому что... Поэтому ты не ходишь на YouTube-каналы, не даешь интервью, Форбса тебе не пишут? Ну, было. Было сто раз, да? Было. Но на самом деле это не является такой целью, что я хочу создать личный бренд, чтобы люди покупали у меня продукт. То есть личный бренд можно создать тогда, когда есть личность и есть дела. Тогда он создается сам собой органично. Поэтому, когда Андрей сказал, давай запишем Федере влог, вот когда мы только создали. Я говорю, Андрей, давай мы сделаем успехи, о которых можно будет говорить, а потом запишем влог. И влог мы записали через год после запуска Epicure. Тогда уже были конкретные результаты. Тогда уже Epicure был номер 2. В чем? В торговых сетях. В торговых сетях, где мы представлены... По объему продаж или что? В категории какой-то. По объему продаж, по доле полки у Epicure 20-35% в зависимости от торговой сети. Тот, кто номер 1 по объемам продаж, это масс-маркет. Мы для себя определили другую нишу, это созданный потребитель. Когда спрашивают, кто ваш покупатель, номер 1 это МХП, наша Ряба Бренд. Они работают, спозиционированы в массовом сегменте. Мы сделали исследование для себя, что на тот момент, 2017 год, когда мы задумывались этой мыслью, порядка половины, да, ребят, половина где-то, больше половины, больше половины людей недовольны тем, что есть на полке. При этом куриное мясо воспринимается как полезное диетическое мясо, оно должно быть в рационе, но недоверие к категории большое. И это для нас было причиной зайти с брендом, но зайти для людей, которые требуют чего-то большего. То есть более экологичное, более здоровое, чистое. И наша ниша это для людей, которые хотят этого больше и готовы за это больше немножечко заплатить. Поэтому мы, если сегментироваться, то в своей нише мы номер 1. Вы при этом осознанно пошли, то есть давай так, это была математика или там эмоции, то есть пойти еще с личным брендом? Ну, на самом деле, мы-то своим лицом отвечаем, людям нужно понимать, куда бить, если что-то не так. Поэтому вот чтобы не перепутали, кого бить, вот я сначала себя напечатал, а потом на упаковке появилась вся команда, все лидеры команд. Классная возможность. Я не знаю, кто-то так делал до этого? Нам сказали, что нет. С вас 100 тысяч долларов. Это нам сказали, когда мы сделали новую упаковку и фотографии исчезли. Нам сказали, блин, так было круто, так никто не делает. Это люди, которые нас там, амбассадоры наши, назовем так. Ну, амбассадоры, как будто бы брендовая, это такая тема понятная, но так, чтобы на упаковке достаточно массового продукта, это не рояль вы делаете. Была команда и лидер, это прям, мне кажется, достаточно необычная тема. Как это сработало в итоге? Вот именно вот эта личная часть. Мне это очень интересно, почему, сейчас пока думаешь над ответом, потому что мы в последнее время часто говорим о том, что мир корпорации, он заканчивается, доверие к корпорациям заканчивается, доверие к персоналям, к индивидуалам, сейчас есть такая, она растет. То есть сейчас термин такой, I2C, individual to customer, то есть не B2C или B2B, какие-то бизнесы с какими-то бизнесами, конкретная персоналия. Смотри, уже не зря пришел, сейчас прям запишу. I2C, все, все зафиксировали. I2C, individual to customer. Чему ты научился? Так я и учусь. Есть блогер Марина Могилко, достаточно известная она там, у нее стартап, мы живем в Калифорнии, у нее стартапы связаны с языками, с обучением языку. И в нее инвестировали, венчурная компания инвестировала в блогера, не в ее компанию, не в компанию, которую она там продвигает, а конкретного человека, персональю, деньги 1,7 миллионов, она будет выплачивать там проценты на какой-то период, то есть уже появляется, условно говоря, инвестирование в людей. Не в франшизы, в бренды и так далее. Прикиньте, в каком мире мы начинаем жить. Поэтому это как бы в тренде. Как это сработало для вас? Конкретно персональная история. Ну давай так, у нас как бы вообще упаковка развивалась очень динамично. И это четвертый, по-моему, дизайн упаковки был. И у нас было размышление, что там может быть, чем мы можем сказать, чем, как и что мы можем сказать. И возникла идея, что мы говорить будем людьми. То есть мы будем говорить ни брендам, ни корпорациям, а людьми. Поэтому на упаковке появились люди и их цитаты. То есть и вот эта фотка, ну плюс-минус такая же, она на всей упаковке вашей продукции. Сколько это в месяц? Ну нормальная фотка. Классная фотка. Сколько в месяц проявлений твоих было? Ну если по упаковкам считать, ну наверное, ну не знаю, 800 тысяч в месяц. 800 тысяч? Вы столько... Может быть больше. И это представьте... Наверное больше, потому что есть упаковки по килограмму, по полкилограмма. Больше. Да. Под миллион. Под миллион. Прикиньте, ребята взяли, они и так печатают эту упаковку. Это условно бесплатно, разместить там фотографию у Алекса. Но при этом тебе стали узнавать? Нормальный охват, да. В магазинах тебя стали узнавать? На самом деле узнают и это очень дисциплинируют. А сделайте вот так, да? Знаешь, когда ты в аэропорту стоишь, тебе хамят на security, и ты такой и так спокойненько, так выдыхаешь, спокойненько делаешь, там разуваешься, все, что не там ходит, ты проходишь, как вместо того, что начинаешь возмущаться. Ты такой friendly, улыбаешься и проходишь дальше. Ну понятно. На машине никого не подрежешь. Ну у тебя очень яркая машина. Ну ты представляешь, как бы я подрежу кого-то на машине и такие продажи сразу. У Алекса после поста Tesla вся обклеена и в новом бренде. Как на вас реагировал номер один? Тут надо знать, МХП очень давний наш клиент. То есть мы работали с нашей Рябой еще с 2003 года. Поэтому я здесь абсолютно в роли интервьюера только выступаю. тут не буду никаких суждений. Как на вас реагировал? Вообще это увлекательная история, потому что мы знали, что делают они, они знали, что делаем мы. Мы же обсуждаем с кем-то, как-то информация проходит, утекает. И потом я встречался с людьми, которые рассказывали историю изнутри компании. То есть у нас сначала не замечали, не считали угрозой. Когда вот в тот момент, когда клюшка началась, почувствовали, что угроза и МХП начал покупать эксклюзивы. И просто мешками забраться. Это она заключала контракт с сетью за огромные деньги. И нам говорили, сори, ребят, как бы, ну, чтобы выяснить. Нас настолько шокировали деньгами, что мы не можем везти вас. Но все это превращалось в то, что, допустим, эксклюзив на 2-3 месяца. Мы все равно заходили в сети, все равно росли. И сети увидели, что это бессмысленно сдерживать, потому что люди хотят это покупать. Им нужен, им самим сетям нужен второй бренд. Потому что сложно работать с одним брендом, со всеми вытекающими. Ну и Ряба тоже этот способ, она просто прекратила. Потому что это было экономически абсолютно неоправданно. Не было никакой экономики в том, чтобы нас там сдержать. Ну, это можно было сделать на самом старте. Знаешь, кстати, я в субботу был на экскурсии в пивоварне Андервуд. Там основатель этой компании является нашим клиентом по другому проекту своему. И он нам рассказывал историю, как крафтовики смогли у нас и там в России, например, попасть на полки. И как, например, им не дали крупные компании сделать это в Турции. А в Турции Карсберг и НБФ, они как только увидели зарождающийся тренд, они сразу выпустили свои огромные линейки крафтового пива и забили полку. Полка не резиновая, то есть крафтовиков просто не было шансов. И они сильно отложили их рост, то есть просто выбили, создав свой проект. Поэтому, в принципе, такая война тоже возможна. А в США крафтовый рынок это многомиллиардный рынок и он растет. Да, да, да. Кстати, раз уж я неожиданно перешел, я просто очень пить хочу, перешли к теме пива. Расскажи, пожалуйста, что вот это такое. Я знаю, что ты мне рассказывал, что у тебя была или есть, я не понял, пивоварня своя. Или это никак не связано? Это связанный проект, у нас вообще идея была. Red Cat. Да, Red Cat пивоварня. Я вообще как бы в бизнесе оказался через пивные проекты. Хорошо, что не через постель. Так, давай, пока ты будешь рассказывать, порекомендуй что-то. У тебя есть офигенное пиво томэйто, реально с вкусом томата. Я пробовал ватерлоу я не пробовал, это бланш, это нефильтрованное. Это безалкогольное, да? Да, это уже под брендом Эпи. Эпи. Это вообще, это моя пивоварня была, я ее запускал еще в начале десятых годов. И вообще мысли запускать пивоварню в тот период не было. Я хотел развиваться как производитель бренд без производства, но не нашел, у кого можно выпустить крафтовое пиво на контракте с теми стандартами, которые мы там все поставили. Поэтому создали свою пивоварню и она сейчас одна из крупнейших крафтовых пивоварен в Украине. Сколько вы выпускаете в год? Давай так, помесячно. Ребята вышли уже без меня на 200 тысяч литров в месяц или больше. Просто там же 300 тысяч в год это уже другая лицензия, другая стоимость. Вы платите полную лицензию, да? Смотри, я уже не знаю этих деталей, лицензии в сети есть. Эксперт в производстве пива. И когда я пришел к Эпикуру, я переключился, понял, что просто внимание сфокусировать на моих проектах не получается и партнеру своему пивоварню продал. Но все равно эту экспертизу, этот опыт ты в итоге используешь. И в итоге превратилось, мы сейчас друзья, и я как стратегические какие-то консультации или мнения, по крайней мере, ребята у меня спрашивают. А в итоге мы пришли к тому, что мы стали работать как контрактный производитель. Потому что мы к ним же обратились с идеей безалкогольного пива, и ребята сделали классное пиво дважды чемпион. неожиданная идея. Вы знаете, друзья, я вам хочу показать упаковку. Сначала просто покажу, а потом на что вы обратите внимание, просто посмотрите. Видно все? Вот каждый для себя ответил, что он в первую очередь обратил внимание. Теперь правильный ответ. Посмотрите в самом низу состав. Вообще редко кто так делает. Я имею ввиду состав выносит фронтальную этикетку. Как она называется? Марка какая-то? Clean Label. Clean Label, окей. я в этом не разбираюсь. У нас сегодня в принципе эфир про упаковку. Фишки от Алекса Коваленко. Солод, хмель, вода, ленивые дрожжи и цевсе. То есть это все. И у тебя такая же штука и на других продуктах. Мы сейчас об этом поговорим и даже возможно что-то приготовим. Подымим немножко. То есть ты выносишь состав и крупными буквами вид издалека. Он маленький соответственно предполагает определенную натуральность. перепрыгиваем немножечко. Это нормально. Ты должен к этому привыкнуть. Тут всегда так. Когда мы начали с курятины без антибиотиков когда здесь мы уже продвинулись и логичный вопрос что мы делаем дальше куда движемся дальше мы пошли дальше в историю продуктов без всякой дряни в составе. Я когда своему нутрициологу она просит пришли в состав чего-то какого-то еды я говорю что-то хочу съесть она говорит пришли я пытаюсь сфотографировать и фотоаппарат не фокусируется настолько меленькие буквы и поэтому когда вот просто способ исследования идешь в магазин и смотришь что делают люди вот люди когда ищут вот начинают осознанный покупатель он берет и вертит упаковку он смотрит пытается рассмотреть я представляю с каким он трэшем просто сталкиваться когда он хочет сделать свой выбор поэтому у нашего дизайнера он вообще был дизайнер он UX UI дизайнер как такая айтишная фишечка удобство удобство и задача у него была так чтобы состав человек увидел просто с вытянутой руки в темном помещении не знаю как в плане фокусного расстояния ну в общем видно даже если у вас есть легкие там близорукость мясо индейки соль сушеные овощи специи и цепсе это котятки бургера которые мы с ним будем жарить кстати здесь тоже есть твоя фоточка но по-моему у корова у нее не такая лапка надо бы так как-то делать она же парнокопытная индюшка это индюк да? индюшка ну хорошо вот я просто так не умею делать парнокопытная вот как-то так это уже превратилось это сначала вроде было как куриная лапка а потом это превратилось просто в лапку счастья но это бренд уже на самом деле отдельно живущий наверное даже от тебя ну по крайней мере когда я бегу по Трухановому острову и навстречу бегут незнакомые люди такие о где-то уже где-то это уже видели ты постоянно в своем носишь в своем бренде ходишь у меня или свой мерч или мерч который покупают там на соревнованиях просто некогда ходить по магазинам меня все устраивает классно классно ты устроился Андрей на своих выступлениях по-моему на там последнем папе бренда который был в офлайне ну он часто твой кейс рассказывает и как раз вот то что ты просто буквально повесил на себя свой бренд то есть и транслируешь его везде и на форме спортивной это самое что это тоже на самом деле очень классно сработало прикольно Андрей когда позвонил мне я садился на самолет в Чикаго лететь на марафон Андрей звонит говорит я выступаю сейчас в Днепре мне нужно пару вопросов задать люди спрашивают конкретные вопросы про успехи про статистику я уже в самолете набираю по видеосвязи он транслирует на экран мои вопросы ответы и в фейсбуке запросов в друзья так что Андрей много вложил в продвижение круто слушайте посмотрите цвет ну сравните с этим банальным но я уверен вкусным безалкогольным пивом и вот это это саур это кислое пиво кислый эль он не для всех но вот именно с томатами мне саур нравится твой саур нравится больше слушай мне ребята сказали не экспериментировали и думали что это будет просто какая-то лимитированная фишечка которая там привлекли внимание пошумели хайпанули и все и забыли про нее она неожиданно стала в продаже номер 2 после самого массового лагера так ты пей свое безалкогольное пиво оно кстати я не знаю я пробовал не все но много мне не заходит все равно безалкогольное пиво лучше просто не пить а ты это пил нет вот смотри на фоне на фоне все сделали в этом же и вопрос мы же его не выпускаем смотри у нас не было цели тогда заткнись да у нас не было цели выпускать безалкогольное пиво я просто ребят там потроллил сделайте нормальное пиво потому что бывают ситуации люди спрашивают они сделали мне правда оценить тяжело будет уже после алкоголя смотри ну уже чистого эксперимента не получится сделай знаешь как возьми кому-то дай это пиво налей но не говори что это безалкогольное Андрей я ничего не слышал ты же сейчас в фейсбуке сидел да ну ладно хорошо типа немножечко какой-то приход есть да легкий кайф ты по вкусу не получаешь ты потом когда выпьешь там пару бутылок говоришь о стоп где-то меня не почему я не шатаюсь да да почему но ситуации же есть разные кто-то временно не пьет алкоголь либо там ситуация в течение за руль сесть или какие-то еще дела а ты с утра хочешь пиво слушай я хочу поговорить мы немножко поговорили о прошлом Эпикура хочется поговорить о будущем но давай между этим сделаем то что мы с тобой изначально запланировали это пожарим бургеры прямо здесь прямо сейчас я не знаю чем это закончится у нас есть гриль вот он стоит здесь мы сейчас его включим мы попробуем сделать бургеры вот эти вот те самые которые видны состав которых виден на расстоянии вытянутой руки концепция была такая сделать продукт и идею которую может даже рукожоп повторить рукожоп это я у нас двое поэтому смотри я сейчас делаю а ты потом повторяешь хорошо хорошо мастер у учитель что мне делать смотри на самом деле мы сейчас бургер готовим ты уже сказал там где-то оно было и мы пошли в развитие бренда Эпикур пошли дальше в продукты без всякой дряни и здоровое питание с чем ассоциируется часто со всякой дрянью со всякой дрянью здоровое питание ассоциируется с тем что невкусно извини я просто не слышал я повторяю да невкусно ну да отварная грунт скучно-невкусно скучно-невкусно без алкоголя вот и как бы зачем жить с этим всем потому что что мы хотим сделать мы не мы либо вкусное делаем здоровым либо здоровое делаем вкусным вот эта концепция я считаю это на обложке должно быть спасибо вашего бургера а почему они такие в виде с каким-то это лабиринт ему надо пройти выйди из лабиринта да вот это вот так Стефали возьми деньги пожалуйста может пойди вот так Стефали возьми денежки Стефаль пожалуйста напишите мне так это же самое вкусное сейчас тут помните мы делали вот в тостере хлеб жарили мы тут чуть не вызвали скажем так пожарную сигнализацию а вот тот же хлеб а вот же кстати вот этот знаменитый хлеб до сих пор смотрите я помните полгода назад мы жарили тост и мне Юра Гладкий сказал что не заплесневеет вот реально полгода то есть это линейка Эпик 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 кстати тоже интересная история мы размышляли как назвать продолжение потому что Эпику расставить за куриным мясом а развивать разные разные новые сервисы продукты удобства мясо да думали как назвать идея же была там здоровье счастье без здоровья не может быть и счастья вот вокруг этого крутилось с Андреем с Десенко из Биосферы кстати пиво сидели пили я этой мыслью вот с ним делюсь и уже собираюсь произносить что нам нужно сохранить лапку потому что она узнаваема сохранить Эпи и вот кур возможно чем-то заменить и он такой и вариант названия Эпик Эпи уже был но мы тоже в нем не были уверены мы уже в команде его обсуждали и вот так вот оно лежит где-то там на листике и Андрея Сдесенко я говорю вот Эпи рассказал же вообще про счастье он говорит Эпик Эпи ну потому что он песни пишет он для него рифма это самое и тоже такой очередной укол решительности я говорю Андрей спасибо будешь с автором и тоже 100 тысяч с тебя 100 тысяч ну видишь как бы так это линейка для рукожопов я понял да у кого все всего три пальца на самом деле это фановый продукт в чем мы бургеры любим сейчас когда был карантин и он продолжается часто мы привыкли ходить друг к другу в гости что такое прийти в гости к тебе приходят гости если ты там приглашаешь то гости еще не пришли ты уже устал ты уже блин упарился сделал этот плов гости ушли ты мертвый потому что тебе еще убирать нужно мы сделали идею что и гости это можно делать вместе вот мы сейчас с тобой болтаем готовим эти бургеры ребята надо поглядывать вообще не обращаем внимания на еще четырех людей которые все это по сути организовали я все скажу рано я все скажу Алена контролирует она скажет когда пора то есть в чем прикол потому что мы сейчас продаем их только через e-commerce ну в начале через фудекс вот в кукер на днях тоже начнется продажа ты я говорю Ром как дела давай встретимся приезжай ко мне или ты ко мне пока едешь в телефоне заказал бургеры они там комплектующие там приехали к тебе и мы вместе готовим вот так в таком виде ну не в таком виде ну что тебе помидор сложно разрезать или огурчика как бы приготовили вместе еще мы коробочки сделаем чтобы можно было их использовать как тарелки даже посуду не мыть чтобы этого не было а булочка наша а кстати откуда эта посуда это ваша посуду ребята привезли с собой потому что знали что у тебя наверное ты бургер не готовишь все время булочки мы тоже что мы здесь только не делали даже хлеб горелый булочки кстати тоже заморочились там если кто занимается там своим питанием знает что такое гликемический индекс убрали полностью сахар снизили гликемический индекс чтобы это приблизить максимально то есть максимально сохранить вкус булки ну и она и есть булка но имеется привычный вкус как ты привык бургерной булка тоже ваша да булочка тоже наша тоже это сейчас все на разных производствах мы находим ребят у кого есть экспертиза со своими технологами с их технологами дорабатываем вылизываем продукт производим что из бургера вы не делаете ну то есть все остальное да то есть на самом деле мы сейчас начали с того что мы делаем ну самые проблемные вещи то есть мы посмотрели на состав котлеток бургерных которые продаются свиной жир куча неизвестных слов там е буквы и так дальше а тут получается вот собственно и цвц так тебе нужно гриль иметь да получается или можно на сковородке смотри можно на самом деле на сковородке потому что на гриле вроде удобнее но домой прикол в чем дети очень любят в это очень классно вовлекаются дети это такая многосторонняя развлекуха когда ты с ребенком для мамы там готовишь бургеры и он и он он сам готовит ему прикольно это съесть ему прикольно это приготовить для мамы в общем это это фан вот такой нетворкинг фан общение и при этом со здоровой такой темой удобной мы в пандемию в лето уже когда наступило 20 года все равно плюс-минус не было такой уже привычки ходить по ресторанам мы тоже жарили на заднем дворе бугеры с сыном это очень клево работает на самом деле мы будем делать там все продукты которые продаются с большими объемами людям нужны они просто мы дадим им чистый аналог с чистым составом то что ты говорил clean label то есть в принципе это может быть что угодно это может быть все что угодно то есть люди хотят люди едят потому что они сами подсказали дайте нам там котлетки дайте нам митболы по большому счету мы смотрим что заглядываем к людям я прихожу когда кому-то домой я говорю покажи свою морозилку что ты хочешь заглянул туда окей хорошо понятно да кстати пишите в комментариях что вы обычно затариваете в морозилку и что над чем алексу и команде придется еще поработать поэтому это могут быть абсолютно разные продукты с чистым составом там где есть боль того что ты покупаешь что-то ты хочешь это кушать но ты идешь на компромисс и кормишь своего ребенка потому что он говорит я хочу бургер и ты кормишь его бургером потому что он у тебя это просит когда мы раздавали тестовые варианты нашим друзьям то потом все я почему-то не получил сообщения но ты знаешь если тестировать нужно какую-то еду ты можешь мне писать совершенно даже можешь привет не говорить я выезжаю моментально слушай я когда-то посчитал что взять сотрудников из Макдональдса это офигенная идея там же такие ребята системные умеют все делать все взял менеджера из Макдональдса к сожалению мы с ним попрощались через пару месяцев потому что человек мог работать по шаблонам но задача-то была другая креативная а задача-то была как раз разработать наши стандарты этого он не смог давай пробуем что ты сделал горяченький горяченький? отлично так должно быть наверное это индюшка и ну соус не ваш хайнс но котлета классная слушай соус мы тоже можем сделать но это все постепенно шаг за шагом у нас партнерство с приправкой брендом это украинский бренд тоже лидер лидер специй да ребят? да да Андрей Зинчук собственник бренда мы с ним в марафоне как раз на том чикагском марафоне куда я летел когда мне звонил Андрей из Днепра мы с ними познакомились и сделали коллаборацию сделали соусы тоже без всякой дряни в составе чистые соусы так мы и назвали чистые специи ты вообще ел когда-нибудь такие вкусные бурлеры? подожди это индюшатина? это индюшатина да это тоже даже наше дальнейшее направление вот как бы люди у нас сами попросили все классно курочка хорошо а вот если бы еще индюшку сделали и в этот момент к нам ну пришла идея что как бы почему мы ограничены только лишь куриным мясом мы как производитель куриного мяса размышляли так так что мы можем сделать еще из курицы а инсайт пришел неожиданно дайте нам что-то еще совершенно другое но не куриное мясо и оттуда пошла уже концепция развития эпикура в эпихепе и наша идея перестать быть производителем и потому что это это очень жесткая установка ты производитель ты мыслишь как у меня есть куриное производство я должен производить объемы продаж все из курицы когда ты не производитель ты уже мыслишь становишься на сторону покупателя на сторону людей на сторону си и думаешь что ему нужно а ему нужно там здоровый и вкусный ужин а не просто куриное мясо или что-то что-то одно отдельное поэтому мы мы сейчас мыслим с другой стороны пытаясь не мыслить как производитель я дизайнеру продукт то есть что человеку надо он хочет продукт какой как он ему нужен человек иногда или чаще всего не может сказать точно что он хочет ты ему даешь решение говорит о классно это то что я хотел но когда ты подойдешь к нему и скажешь что бы ты хотел то очень часто ты можешь услышать какую-то либо что-то неконкретное либо что-то нереализуемое производитель остается делать то что он умеет делать а мы заберем забираем те задачи которые гибкие R&D продукт который нужен убедить человека и показать ему чтобы он был готов заплатить потому что мы создаем продукты с какой-то дополнительной ценностью там более экологичные с чистым составом более удобные естественно они немного дороже стоят потому что в эту стоимость заложены твои усилия то есть ваша концепция это всегда выше масс-маркета да? мы делаем продукты для людей которые готовы заплатить немножечко дороже за воспринимаемое ими качество более высокое более удобное это как? давай так вырастить куриное мясо без антибиотиков сложнее это больше нужно заморочиться на производстве чтобы получить чистый продукт поэтому естественно себестоимость выше вкус вкус должен отличаться это должно быть вкуснее или по крайней мере не хуже если это чистый продукт и ты человека должен убедить что ты вложил сюда больше усилий и это стоит того как будто бы хочется какой-то более веселой темы расскажи про свою маму если это тема веселая это это не ну мы знаем о чем мы говорим тут как бы для зрителя это всегда я просто вспоминаю на конференции пригласили на одну и там слайды с мамой они вызывают все время аплодисменты и там подъем большой мама глядя глядя на там на нашу команду тоже как бы спорт в команде это стал таким корпоративным хобби не знаю нетворкингом там всем чем угодно много в одном она решила попробовать побегать 62 года без спортивного прошлого я узнал о том что она бегает месяца через три когда она уже по пять километров а чем она занималась кем она работала или работает нет она она сейчас дома она не она не работает с внуками воспитывает помогает развлекается и да нет на самом деле она занималась каким-то спортом пилатесами или что-то у нее было ну такая как бы физкультура постоянная в жизни это ей захотелось попробовать побегать и она начала бегать я ее поймал на пяти километрах она бегала в чем была в кроссовках там старшего старшего внука бегала вот это уже нормально это уже это уже это уже сын включился и она начала бегать с командой говорит я хочу пробежать десять километров ну десять километров вроде как бы ну такая ну не очень серьезный вызов ну вызов ну я еще в тот момент такой ну окей хорошо мы бежали тогда командой в Харькове аирпорт ран да 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 и мама пробежала десяточку ну хорошо пробежала десяточку ну окей хорошо все нормально и она потом говорит я хотел бы с вами пробежать двадцать один километр полумарафон полумарафона а вот тут я уже немножечко напрягся я говорю там мама куда ты клонишь давай там сердце вообще все ли нормально можно ну на самом деле врач говорит да все окей ну просто там не переусердствует пусть как бы это только только окей и мама пробегает полумарафон мама бежала полумарафон я бежала с ней рядом я все время бегу с ней рядом потому что я немного там думаю как блин двадцать один километр потому что когда говоришь там двадцать один километр это уже было что-то и после мама пробежала пару полумарафонов съездила она в Любляну с нами мы тогда уже команду увозили человек семьдесят или восемьдесят 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 человек вы все бегали? да заставляет у нас все по любви ну да да так а вот она уже и мама после этого полумарафона в Любляне говорит а я бы пробежала марафон но тут я уже как бы и просто там охренел охренел я к врачу там к спортивному врачу который там меня наблюдает ее она говорит ну почему как бы ну в принципе там все нормально пусть бежит я дарю ей если мужика смотрит вот здесь такой типа охренел что происходит вообще соседние там есть фоточки китаец постит уже мама бегает марафон там на другой фотке где то есть но не здесь там девочка там лет двадцать или там двадцать пять там плачет на финише и моя мама там скачет там побежала бы еще дальше я подарил маме регистрацию на марафон в Париж думаю это же круто с мамой в Париж и потом начался мама никаких намеков но едем в Париж да а потом локдаун и этот марафон несколько раз переносили в конце концов отменили и она пробежала свой первый марафон в Харькове сорок два километра прошлой осенью 65 лет очень круто ну давайте похлопаем друзья мама как зовут маму мама Нина мама Нина вы просто большая молодец мама звезда у нее интервью уже больше чем у меня чем у тебя а вот почему ты здесь да надо перебить ну мама имеет право она всегда была первая круто мама Нина это хорошая точка получилась вокруг спорта вот так надо правильно сделать вот так это твои сыновья да это пацаны пацаны они меня в плавание кстати и привели слушай ну старше уже конечно старше уже больше уже больше пару лет ну на самом деле ему 18 лет недавно было и я думал какой подарок сыну подарить что лучше всего и подарил ему свое доверие открыл условный фонд и дал ему деньги в управлении я дал ему 10 тысяч долларов сказал ты можешь потратить их на что угодно и то что фонд мы открыли на два года рекомендую купить акции эпикуа вообще свободный выбор для него я говорю говорю в конце через два года ты мне возвращаешь 10 тысяч долларов разницу делим заработанную пополам говорю справедливая комиссия он говорит более чем конечно деньги тоже стоят денег если а если будет меньше ну значит я ошибся со своим решением вот и все поэтому сейчас он ну изучает рынки и он живет в сша учится в сша и и уже говорит папа у нас там уже две тысячи долларов или три тысячи долларов больше осталось тут такие казино недалеко есть знаешь лас-вегас ну на самом деле не ну круто молодцы классная идея мне кажется просто часто я размышляю над тем как бы хотел там и хотел бы влиять на детей чем они будут заниматься я стараюсь ну там этот путь им не прокладывать создать условия путь не прокладывать и и шучу троллю говорю ребят как бы будет круто если я смогу быть инвесторами у вас и у нас будет три бизнеса и сам думаю круто наконец-то я серийный предприниматель стану инвестором владельцем холдинга да 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 вот теслу мы хотели показать собственно почему алекс не выходит драться с другими водителями потому что потом все stories будут завалены вот тегами твоими видимо да epi man кстати тут просто все 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 со всех сторон видно кто будешь невежлив получишь получишь пост в каком-то телеграм-канале так тебе не хватает алкогольного пива но раз ты не пьешь давай расскажи про свои факапы ты знаешь что наверняка знаешь что только десять процентов единорогов на самом деле в начале сейчас дошли до единорога с той идеей с которой они создавались остальные 90 процентов создавались абсолютно с другой идея с другим продуктом он не летел он не продавался они его допиливали там уходили в банкротство или почти доходили до банкротства потом уже выстреливали совершенно с другим whatsapp netflix это совершенно иное было чем сейчас поэтому а что у них было что они смогли так трансформировать свою идею бизнес-модель чтобы стать единорогом инъекция уверенности да нет с уверенностью у них я думаю было все хорошо это быстрая проверка гипотезы и поиск решений пока ты там не пошел ко дну ну это мвп подход сделал ок посмотрел не работает докрутил поменял или сделал вообще очень крутой вираж поэтому ну если к эпикуру там из свежего мы вышли я не знаю насколько это на продаже там влияло как ключевой момент потому что я же говорю мы много там факторов сделали которые повлияли на эту клюшку но изначально там ребята приходили имя речи приносили фотки мы сделали офигенную упаковку нам казалось что она классная мы сделали прозрачную упаковку она казалось нам демонстрировала вот эту чистоту и прозрачности прозрачности которую мы несем в продукте но она была абсолютно не видна на полке абсолютно за счет прозрачности полочное пространство вот между полочками ты смотришь если упаковочки сложены одна на другую то ты просто не видишь ничего просто там где-то какие-то куски мяса лежат ну и их даже там они же не с краю упаковки лежат их даже плохо видно и мы такие вау блин такая классная у нас мы просто сначала быстро сделали наклейки чтобы хотя бы каким-то образом какие-то стикеры обратить внимание потом уже быстренько приготовили там вторую третью итерацию пленки и потом появилась вот эта вот история с лицами и с лентой которая обволакивала упаковку чтобы было с разных сторон упаковку видно а так просто мы думаем блин а почему так не продается все вы хорошо вроде же сделали как бы люди приходят а там на упаковку такая шапка невидим какие-то еще были истории вот на старте которые ну ваши ошибки которые вы вовремя замечали меняли с пивом когда вы ходили с пивоварней мы планировали мы вынесли пивоварню вот в Старгороде в первом моем проекте там пивоварня и ресторан в одном месте да вот и в Харькове это Игорь Вуменный инвестор и мой первый бизнес учитель я у тебя Forbes видел с его с обложкой Игорю предложил другую идею пивного проекта в развитии в развитии Игорь был твоим первым партнером по пиву Игорь был инвестором проекта Старгород я был младшим партнером в этом проекте и Игорь мой я его считаю это человек который привил мне любовь к маркетингу и мой первый бизнес учитель и оттуда началась уже бизнесовая история моя потому что я Игорю предложил другой проект тоже в пивной тематике который потом превратился в мою пивоварню Игорь сказал я сейчас не готов в этот проект я говорю Игорь, окей тогда я его буду делать сам он говорит ну окей тебе удача и я этот проект потом уже пивоварню свою запустил сам мы разделили ее на вынесли пивоварню за черту города это было значительно дешевле создавать производство это американская модель они вырезали в свое время пивоварни немцы строили пивоварни внутри ресторана американцы вырезали пивоварни вынесли их за город и одна пивоварня работает на несколько ресторанов экономический модель работает лучше для людей не важно что пиво производится прямо здесь прямо в этом ресторане то есть мы в Старграде это делали как фишку но я пришел к выводу что для большинства людей это не имеет принципиального значения и мы создавали отдельный ресторан отдельно пивоварню и получилось так что партнер с которым мы делали пивоварню мы делали сами ресторан с партнером и партнер не смог завершить проект там было несколько причин почему не смог завершить мы решили окей мы тогда будем продавать пиво через магазины разливного пива достроили пивоварню но когда мы пришли в эти магазины разливного пива мы поняли что наше пиво и аудитория этих магазинов они немножечко не соотносятся типа чего да и там немножечко другой был запрос и мы создали тогда как выход из ситуации мы создали свои магазины сейчас их порядка там 70 или 80 в парке пивобанк пивные магазины это тоже сейчас читал интервью Игоря конечно же конечно же я его видел и в аэропорту как раз вышел Форбс мы летели в одном самолете я стою там Леша поворачиваюсь Игорь в кепке в Найках хорошо чувствует он с сыновьями летел со всеми своими и как всегда вот мы с ним познакомились я не помню он был мультимиллионером в тот момент когда мы познакомились он ездил на Nissan Maxima за 30 тысяч долларов и он вот сколько мы там вместе были он все время покупал себе просто новый Maxima по 30 тысяч долларов никогда не покупал себе дорогие машины сейчас он был в Найках за 100 долларов в обычной хлопкой футболке за 10 долларов люди как часто когда нет денег нужно показать что он есть и для Игоря это никогда не было ценность он всегда всегда у него были другие фокусы и когда его встретишь где-то где угодно ты не поймешь что перед тобой человек за которым корпорация UBC с филиалами в десятках стран во всем мире и они номер два по производству охладителей компании в мире почитайте интервью достаточно трогательно Игорь победил рак и собственно этому эта история в его жизни посвящена несколько разворотов форбсе что нужно сделать нужно естественно подписаться на соцсети алекса на канал фанш тв и в описании в комментариях к этому видео написать свою историю связанную с едой вот любую историю связанную с домашним приготовлением еды давайте так историю факапную историю там может рецепт своим кем-то поделиться но лучше какие-то истории связаны с приготовлением еды неважно дома в походе в офисе в таких условиях просто будет интересно я надеюсь вкусненько почитать это все выберем самую интересную или веселую или какую-то поучительную историю и за одну подарим безалкогольное пиво кстати пишите ваше предпочтение алкогольное или безалкогольное а за вторую соответственно подарим безалкогольное пиво я считаю что это будет справедливо кому подарим алкогольное кому безалкогольное тот кто напишет я люблю алкогольное я люблю безалкогольное кстати проверим любителей класс спасибо алекс тебе заменим слушай мы про фаншизу ничего не сказали ну и не будем а мы ничего и не готовим мы ничего и не собирались Субтитры сделал DimaTorzok